Кражи и убийства, новоселье и ограбление добровольной дружины и конкурсы юных спасателей. Как всегда, вечером пятницы мы готовы поделиться с вами последними новостями из жизни гродинских правоохранителей. В эфире программа Криминал.нет, меня зовут Юлия Броско, здравствуйте. Встретил друга, вместе зашли в магазин, вместе выпили, потом повздорили, один из товарищей в полуссоры схватился за нож. По одинаковому сценарию развиваются почти все бытовые конфликты. В Литском районе еще 7 марта пропал житель деревни Петюлицы. Мужчина 59-го года рождения ушел из дома и не вернулся. Его тело с шестью рубленными ранами головы было обнаружено на этой неделе в канаве с водой. В ходе расследования было установлено, что погибшие вместе со знакомым распивали спиртные напитки у последнего дома. Возникла ссора, в ходе которой хозяин схватился за топор и нанес смертельные травмы гостю, после чего бездыханное тело перенес в канаву. Похожий случай произошел и в Островецком районе. Мужчина 73-го года рождения позвонил в скорую и сообщил, что он убил человека. Вместе с правоохранителями медики выехали по указанному адресу и обнаружили бездыханное тело 72-летнего пенсионера. Как выяснилось позже, двое мужчин распивали спиртные напитки, поругались. Хозяин схватился за нож и нанес гостю четыре удара в шею. Тот от полученных травм скончался на месте. Алкоголь нередко становится причиной правонарушений. Еще чаще нарушать закон людей заставляет банальная жажда наживы. Дрель, шлифмашинка, тепловентилятор, болгарка, пила, утюг и 10 упаковок ламинированного пола стали добычей двух жителей Щучинского района. Мужчины 80-го года рождения разбогатеть решили на чужом имуществе. Они разбивали окна в тех домах, куда хозяева приезжают довольно редко, и проникали внутрь. Грабителей больше всего интересовали строительные материалы и бытовая техника. По данному факту возбуждено уголовное дело. И если в предыдущем случае грабителям приходилось разбивать окна, чтобы проникнуть в жилище, то в следующем инциденте совершать правонарушение россиянку подбивала безграничная беспечность лечан. Жители второго по величине города Гродницкой области приходили в фитнес-зал, переодевались и оставляли вещи в незапертых шкафчиках. Этим и воспользовалась предприимчивая гражданка страны-соседки. Девушка приходила в зал, оплачивала занятия, тренировку оканчивала раньше других, шла в раздевалку и уносила с собой чужие кошельки. Надо отметить, что заработанная таким нечестным способом сумма впечатляет. Впечатляет и наказание. На родину девушка вернется очень нескоро. Собственная беспечность послужила причиной еще одного правонарушения. Ученик 11 класса одной из школ Свисточского района украл из соседского сарая раритетный мотоцикл. Венгерский байк 1958 года выпуска в прекрасном состоянии очень заинтересовал школьника. Улучив момент, когда соседа не будет дома, парень сломал дверь сарая и украл мотоцикл. Заметив пропажу, владелец тут же вызвал милицию. Школьник в содеянном сознался и вернул байк. Будем надеяться, парни история с байком чему-то научила. А вот научатся ли правилам поведения некоторые взрослые, пока неизвестно. Спортивные фанаты – народ особый, со своими привычками, норовыми и традициями. Болельщики хоккейного Немана бросали бутылки в фанатов Минской юности, тренер которой неподобающим образом вел себя на пресс-конференции и выкрикивал угрозы своему гродненскому коллеге. Оба клуба оштрафованы решением Федерации хоккея Республики Беларусь. Доверчивость Гродница сыграла с ним злую шутку. Мужчина лишился телефона на остановке общественного транспорта. К нашему земляку подошел неизвестный и попросил позвонить. Мужчина, не подозревая подвоха, передал злоумышленнику свою Nokia Lumia. Тот начал набирать номер, а затем резко убежал с чужим мобильником. Владелец телефона не ожидал такого развития событий и догнать неизвестного не смог. Сейчас устанавливается личность убежавшего мужчины. Рекомендации, конечно же, одни. Это уменьшить контакт с неизвестными лицами, ну и, конечно же, быть начеку, быть на страже всего, что можно. Кстати, 24 февраля Ленинский отдел внутренних дел отметил новоселье. В новое административное здание переехали все подразделения, которые с 2009 года были обособлены и располагались по разным адресам. Это создавало неудобства гражданам, обращавшимся в милицию, а также мешало взаимодействию подразделений между собой. Теперь же по всем вопросам, в том числе, например, по замене паспорта, регистрация оружия с заявлениями и консультациями, граждане могут обращаться по одному адресу. Это здание позволит нам, во-первых, максимально более эффективно выполнять поставленные задачи. Теперь мы будем находиться все в одном здании. Это экономия времени, экономия средств, экономия горючесмазочных материалов. Ну и вообще, в целом, действительно, это позволит нам более качественно выполнять поставленные перед нами задачи. И для гродницев, конечно же, тоже есть определенные плюсы. Здесь, тем более, когда мы все объединены, находимся в одном здании, не надо куда-то бегать, ехать, дополнительные какие-то справки, дополнительные заявления писать. Все пришли на месте, и здесь, как говорится, не отходя от кассы, все проблемы будут разрешены. С переездом улучшилась и материально-техническая база. Появилась необходимая инфраструктура для специальной подготовки личного состава. В здании располагается ТИР, зал борьбы, игровые площадки, где сотрудники могут проводить занятия по служебной, огневой и физической подготовке. В понедельник стартует декада гостехосмотр. Совместные рейдовые группы ГАИ и Белтехосмотра будут в первую очередь обращать внимание на автомобили, эксплуатирующиеся без разрешительной наклейки на ветровом стекле. А в одной из социальных сетей появился новый ресурс, на котором можно оставить заявку о ремонте неработающих светофоров или сломанных дорожных знаках. Марат Корецкий – юный, но уже достаточно опытный водитель. Проезжая по дорогам города, он не раз замечал неисправности светофоров, выгоревшие знаки или стертую дорожную разметку. Его, как и других водителей, волновала оперативность устранения неисправности. Это и натолкнуло Марата на создание группы ВКонтакте. Она называется «Кубс Мэп Гродненского облсполкома». Теперь любой человек, ставший свидетелем неполадок в регулировании дорожного движения, может сфотографировать объект и разместить его в группе. У каждой группы существует какая-то идея для какой-то конкретной цели. Но я решил создать группу, чтобы она являлась помощником нашей организации. То есть все сообщения поступали напрямую в нашу организацию без посредников. Нам сообщили, мы неисправность устранили. Всего в Гродно около 15 тысяч дорожных знаков. По области – более 30 тысяч. В среднем срок его эксплуатации – 7 лет. Однако зачастую дорожные помощники нуждаются в замене раньше. Причины самые разные – дорожно-транспортные повреждения, ураганы или физический износ. Все это сделано для более оперативного влияния, для оперативного реагирования на эти недостатки. Потому что ранее существующая система, когда проходила информация через дежурную часть ГАИ, через диспетчеров, то есть через несколько ступеней, она как бы не совсем оперативна была. Сейчас напрямую там может любой пользователь сети интернета предоставить информацию. И мы, в свою очередь, постараемся оперативно отреагировать на это и устранить недостатки. В организации отметили, что проект набирает обороты. За недолгий срок существования группы – 50 обращений. Все недостатки по ним оперативно устранены. Продолжим дорожную тематику сообщением о ДТП в нашем регионе. На этой неделе в Гродницкой области было зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина. 15 марта в половину седьмого вечера пенсионерка переходила улицу Победы на разрешающий сигнал светофора и попала под колеса автомобиля Ауди. 30-летний водитель данного транспортного средства при повороте на зеленый сигнал светофора не доставил преимущество пешеходу. В результате автомобильной аварии женщину с травмами доставили в больницу. Не сидели на этой неделе без работы и спасатели. В Зельве произошло серьезное возгорание нежилого дома. Бойцов МЧС вызвал прохожий, заметивший клубы дыма. В жилище сильно закопчено имущество, повержетельная стена. Предварительная причина возгорания – неправильная эксплуатация печного оборудования. Как стало известно позже, владелец дома живет неподалеку и периодически отапливает оставленный в наследство родительский дом. Как действовать в случае чрезвычайной ситуации, что нужно в первую очередь сделать при сильном ветре и как спасти себя в огне, знают даже школьники. В Гродно прошел областной этап конкурса МЧС для детей. Укрыться от грозы, затушить пожар и оказать помощь при отравлении угарным газом. В одном из лицеев Гродно прошел областной этап конкурса по охране безопасности жизнедеятельности. 60 школьников, победители районных и городских этапов конкурса школы безопасности, приехали в областной центр, чтобы выявить сильнейших. Проводится этот конкурс в целях того, чтобы проверить уровень знаний детей по основам безопасности жизнедеятельности, в целях популяризации профессии спасателя пожарного. Ну и в целом посмотреть, как владеют вопросами безопасности, как знают эти вопросы наши дети. Дети, учащиеся в общеобразовательных учреждениях. Областной конкурс – это три этапа. В первом – тестирование по 50 вопросам. Школьникам необходимо было ответить, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Все вопросы сложные, однако ребята справились с заданиями быстро. Как позже признались, этому способствовала хорошая подготовка. Книги для классов своих про Чернобыль, ну такие тоже относящиеся к ОБЖ, к чрезвычайным ситуациям. Вопросы были по ОБЖ, вот, по пожарной подготовке. Ну вопросы были такие, что делать, когда загорелся телевизор, или когда утечка газа, что делать при урагане и так далее. Самый сложный был про, что представляет опасность для человека, когда, ну, был ураган, после чего, ну, после урагана, что было самое опасное для человека. Ну, поваленные деревья, крыши сорванные, или эти стенды, ну, рекламные щиты. Второй этап – творческий экзамен. Школьники стали ораторами. Про важность правильных действий в чрезвычайных ситуациях в прозе и стихах. Все пылает и горит, сто один-то набери, а не то погибнем тут, нас пожарные спасут. Третий этап – интерактивная доска с вопросами. После подведения всех итогов выбрали девять финалистов. И хотя областной конкурс уже позади, для победителей все еще только начинается. Им предстоит выступить на республиканском конкурсе, который пройдет с 23 по 25 марта в Минске. Это все, о чем мы успеваем вам рассказать. Меня зовут Юлия Броско. Берегите себя и не попадайте в криминальные истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова